угошать святого духа что это значит мир вам друзья приветствую вас на блоге виктора бусло познание познавая бога внутри себя мы все знакомы с духом святым и стараемся жить так как нам подсказывает дух святой так друзья но иногда конечно не мы с вами угошаем святого духа так что это такое угошать святого духа в нашей жизни сегодня мы поговорим на эту тему и конечно на основе место из писания потому что именно там все и написано и конечно все начинается с того как мы можем узнать что это именно дух святой немного познакомимся с ним поближе что делать чтобы не угошать святого духа в нашей жизни лично и в собрании а наоборот дать ему свободу и первенство в нашей жизни сегодня сейчас задайте вопрос богу как наладить взаимоотношения с духом святым он не откажет подписывайся на канал чтобы до конца разобраться на эту тему как узнать того кого не видишь как узнать того кого не видишь как мы узнаем о человеке когда он далеко конечно первое это по телефону и по его подаркам нам то есть то что он делает для нас даже если мы не видим этого человека скажите жены когда ваш муж отъехал и шлет вам подарки вам говорит что-то это о нем о его состоянии мыслях о вас подарки выражают его чувства к вам даже если мужа нет рядом и это истинная правда так ведь мужья бога никто никогда не видел на земле но мы знаем о нем как через его дела мы узнаем о боге через его дела описанные в библии он показывал себя когда участвовал в жизни людей показывал свои качества силу мы знаем его ветхом завете как иегова иегова рафа иегова низи и так далее мы узнаем его потому что он для нас для человечества делает божья любовь новом завете в новом завете бог пришел на землю и показал нам себя через сына его иисуса христа бог показал свою любовь и силу через жизнь иисуса христа на земле то что он делал и сделал и это он сделал именно для нас ему это не нужно это нам нужно бог проявил свою любовь в иисусе христе откроем послание апостола иоанна 14 главу стих 10 разве ты не веришь что я в отце и отец во мне слова которые я говорю вам говорю не от себя отец пребывающий во мне он творит дела евангелие от иоанна 14 глава 10 стих мы познакомились с божьей любовью его слова через жизнь и дела иисуса христа иисус нас познакомил и открыл нам бога как отца то что бог хочет иметь с нами отцовские взаимоотношения дух святой его дела а дух святой мы тоже не видели его никогда но как мы знаем что он есть через то что он делает для нас господь нас знакомит с духом святым через исцеление освобождение и так далее откроем евангелие от матфея 12 главу стих 28 если же я духом божиим изгоняю бесов то конечно достигла до достигла до вас царствие божие это матфея 12 глава 28 стих иисус христос сказал что он делает духом божьим так господь знакомит нас с духом святым через то что он делает посланиях много написано про дары плоды духа святого и и в нас и у нас и в нашей жизни есть иисус христос описал что дух святой делал когда господь был на земле книги деяне описаны дела святого духа когда и иисус христос пошел к отцу иисус христос пошел к отцу а на землю пришел дух святой откроем евангелие от юана глава 14 такого стих 20 6 утешить или же дух святой которого пошлет отец во имя мое научит вас всему и напомнит вам все что я говорил вам это Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Даже когда Иисус Христос воскрес, Бог не оставил нас одних. Он дал, прислал нам Духа Святого на землю к людям. И мы видим дела Духа Святого в жизни учеников и Его Церкви. Угошать Святого Духа, что это значит? И в наше время через Его Церковь все так же действует и показывает свои дела. Как? Через плоды Его, присутствие в нас и дары служения Церкви. Дух Святой все тот же. Он не меняется во времени. И заметим, что слова «хулить» это для тех, кто не знает Духа Святого. А угошать это написано уже для верующих, христиан, которые уже живут для Бога и стараются поступать, как им говорит Дух Господень. Просто иногда ошибаемся, так ведь? Откроем первое послание Фессалоникийцам, главу 5 стихи с 19 по 24. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Здесь Павел пишет «Все церкви, чтобы не угошали Духа Святого». Что это? Прочитаем в следующем стихе «Пророчества не уничижайте». Здесь Павел пишет о том, чтобы в церкви не угошали, не гасили, не смели угошать дела, плоды Духа Святого. Здесь говорится о плоде Духа Святого как пророчество, о даре Духа Святого как пророчество. То есть дары служения церкви – это дары Духа для нас. Это проявление Духа Святого в жизни человека, церкви. Угошать огонь печи. Немного поговорим на слово «угашать». Что оно значит? Возьмемся на дальний перевод. Откроем послание евреям, 11 главу, стих 34. «Угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Это послание к евреям, 11 глава, 34 стих. Здесь говорится о героях веры. «И про огонь – это три отрока в печи огненной». Это книга пророка Даниила, 3 глава. «Когда три отрока, Седрах, Месах и Абдинага были в печи». Помните, они были в печи, и она была так растоплена, что даже те, кто их туда бросал, сгорели. А этим отроком ничего не было. Так здесь используется слово «угашали», «угашали силу огня». Огонь был сильным, но Бог угасил силу огня, и им ничего не было. Так вот и мы можем угошать силу Святого Духа, который действует сегодня в Церкви и в людях, исполненных Духа Святого. Угошать дары Духа Святого. Вернемся к посланию филиппийцам. Там кто-то пророчествовал. То есть, в ком-то был дар Святого Духа, пророчества. Но там это не принимали. Не принимали того, что давал Дух Святой. Давайте посмотрим на дары Духа Святого, стихах 19-20. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте. Возьмем дары служения, откроем послание апостола Павла, послание к римлянам 12 главу, стихи 6 по 8. И как, под данной нам благодати имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчества, пророчества по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальство и сусердие, благотворитель ли, благотвори сыродушие. И это послание к римлянам 12 глава, стихи 6 по 8. Духа не угошайте, пророчества, служение, обучение, увещевание, раздавателя, начальствование, благотворение не уничижайте. Да, угашать Духа Святого, значит не гасить действия Святого Духа через членов церкви. Угошать исцеление. Посмотрим еще на одно место из Библии, это послание Марка, 16 глава, стихи 16 по 19. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Мои будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, им не повредит, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Это Евангелие от Марка, 16 глава, стихи 16 по 19. Здесь сам наш Господь говорит о проявлении силы Святого Духа, знамения Святого Духа через тех, кто будет веровать и креститься. И посмотрим, как можно угошать Святого Духа через. Когда Иисус Христос освободил немощного и исцелил его в Евангелии от Матфея, фарисеи начали хулить Духа Святого. И Господь сказал об этом. И изгонение бесов, иные языки, угошение яда в пище, питье, исцеление – все это в наше время – это тоже проявление Святого Духа. Это тоже Дух Святой делает через нас и для нас, и в наше современное время. В церкви и лично. Как мы видим, в этом послании Павел пишет церкви, не лично человеку, как, например, Тимофею, а церкви. В некоторых церквях, собраниях верующих, принимают с радостью даятели, благотворители, со скрипом пророков, апостолов, но не принимают учителей, изгонения бесов. Только из-за того, что не понимают. Нам не всегда будет открываться Дух Святой и отчитываться перед нами. Мы все живем в Его плане, и Бог не всегда будет советоваться, как Ему поступить. Друзья, если мы угошаем Святого Духа в одном, выборочно для нас, мы закрываем Его для остальных проявлений. Если мы угошаем Его в исцелениях, мы угошаем Его и в благотворительности, и в даянии. Дух один и тот же. Значит, Духа Святого угошать можно как лично, так и всем собраниям. Но мы так не делаем, так ведь, друзья? Я более детально делаю подкасты на тему угошать Духа в собрании и лично. Все невозможно рассказать в одном подкасте. Но нам некуда спешить, так ведь? Есть определенная рубрика «Угошать Святого Духа». И есть хула на Духа Святого. Они немного разные, но все равно это все неприятие Святого Духа. Подписывайтесь на канал. Не пропускайте много интересного. Мы еще много будем говорить на тему Духа Святого. Друзья, задайте вопрос Богу. Не делаете ли вы что-то плохого Духу Святому сегодня? Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Духу Святому. Мы путешествуем по страницам Библии. Приглашаем и вас в это путешествие. Подписывайтесь, чтобы быть рядом с нами и в этом увлекательном путешествии с Духом Святым. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь.